11-классник Камиль пока еще не знает, куда будет поступать после школы, однако уверен, что его жизнь и будущая профессия будет тесно связаны с информатикой. Совсем недавно учащийся лицея имени Лобачевского Казанского университета стал призером командной Олимпиады школьников по программированию Республики Татарстан. И вот теперь его ждет подготовка к дальнейшим уже российским соревнованиям. Команда Олимпиады, то есть как она устроена, три человека и один компьютер. И дано, например, где-то 10-12 задач. И вопрос в том, кто решит больше задач за отведенные 5 часов. И нужно понимать, кто будет писать код, кто будет придумывать решения и так далее. То есть распределять роль в команде. Олимпиада проходила в формате спортивного программирования. Команде участников дается несколько задач и определенное время. Побеждает не только тот, кто наберет больше баллов по итогам, но и тот, кто справится с этими задачами быстрее. К слову, в лицее имени Лобачевского уже давно готовят школьников к подобному виду спорта. Спортивное программирование – это профессиональный вид спорта. Подготовка и тренировки, и выступления продолжают целый год. Дети с сентября начинают готовиться к соревнованиям. Потом личные командные Олимпиады. Летом все отдыхают, детишки, а наши продолжают учиться. Как заявила директор лицея Елена Скобельцына, в их учебном заведении много школьников, интересующихся математикой, информатикой и программированием. Со своей стороны лицей делает все возможное, чтобы подогревать интерес ребят к информационным наукам. Наши ребята сегодня показывают такие значимые достижения. У них хорошая базовая подготовка по математике. Среди них очень много победителей и призеров Олимпиад разного уровня и по математике. Но, тем не менее, они выбрали как направляющую информатику, программирование. Еще одним лицеистом-победителем стал Илья. Он получил бронзовую медаль на международном осеннем турнире по информатике. По словам парня, в будущем он хочет стать гейм-дизайнером. А участие в таких Олимпиадах может помочь ему поступить в престижный вуз. К слову, сейчас он также готовится к будущим соревнованиям. Олимпиада два дня. Два дня, контесты по пять часов. Три задачи, каждая на 100 баллов. То есть из максимума 600 я набрал 290 примерно. Ну и бронзовое призерство. Я как бы круглый год готовлюсь ко всем Олимпиадам, которые есть. Ну и в прошлом году я участвовал в младшей группе, забрал серебро. И, наверное, в следующем я тоже хочу серебро взять, но уже в старший. Лев Диденко, Леонард Авлитьяров, Универ Ньюс.